В прошлом году Саров выполнил свои государственные задачи, при этом был отмечен на высоком уровне почётным штандартом губернатора, как лучший муниципалитет Нижегородской области. Минимум четыре раза принимал важных персон страны, таких как президент и председатель правительства РФ. Вырос уровень средней заработной платы. Такие данные привёл глава города в своём отчёте за 2023 год на заседании Думы. Бюджет города внушительный, но его всё равно не хватает. Две трети направлены на образование. Особенно остро стоят вопросы строительства нового жилья и ремонта дорог. За 2023 год удалось реализовать ремонт дорог на 120 миллионов. Понятно, что этого недостаточно и надо работать дальше и дальше. То есть очень хорошо зашли программы «Вам решать», с помощью которых удалось реализовать семь дворовых территорий. И не самая заметная вещь, но не могу не сказать. Очень хорошо реализуется программа «Память поколений». Это, наверное, второй-третий год. Мы находим, участвуя в данной программе, благоустраиваем наше городское кладбище. Понятно, что не самое публичное место, но оно требовало тоже очень большого внимания. И с помощью этой программы и надлежащего исполнения удается дорожную сеть восстанавливать, а главное – убирать аварийные деревья. По мнению главы города, все показатели, над которыми работала администрация, достигнуты. Но есть несколько муниципальных программ, по которым не удалось показать высокий уровень. Самая больная тема – Саровские долгострои, признаёт Алексей Сафонов. В связи с этим депутат Алексей Городничев выступил с предложением оценить работу главы города как неудовлетворительную. У нас есть два детских сада, которые мы до сих пор, администрация и дума, не можем сдвинуть с мёртвой точки. 21-22 микрорайон. У нас нет дворца, брак, сочетание в городе Саров, какой-то пристрой, мелкий ЗАГС. Школа будет не сдана. Ну, дорога улицы Нигина – это просто, ни в какие ворота. У улицы Чикавова, Чапаева кирпич висит. То есть, то ли сдана, то ли не сдана. Коробка «Сокол». Остальные депутаты предложения Алексея Городничева не поддержали. Глава объяснил, что на своевременную сдачу объектов повлияли несколько факторов. Нехватка рабочих и строительных ресурсов, постоянная корректировка проектов из-за проблемы оценки сроков и финансирования. Жители города также волнуют вопрос содержания водоёмов. Несколько лет назад в рамках программы водоемов Нижегородской области, что городская администрация принимала попытки включить реконструкцию САВИСа в эту программу. Насколько я понимаю, мы запрашивали до 100 миллионов рублей, чтобы это дело начали. И вот начали. И благополучно бросили. И вечер, проживая последние годы своей жизни, чтобы будет снижение подряд. Также печальная ситуация с озером Подяжка. Оно в каждом году всё открывается. И вам становится всё меньше и меньше. Алексей Сафонов отметил, что администрация занимается вопросом восстановления водоёмов, но полномочий к проведению работ не имеет. Вместе с Росводресурсом чиновники разработали схему очистки садиса и саровки. На этой неделе ожидается визит министра экологии Нижегородской области для оценки текущего состояния водоёмов, включения их в программы по реконструкции. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.